МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите выпуски. Выпускной в Кремле, а сегодня Рязанский госуниверситет выдал 505 дипломов, но будет больше. Люди с остальным характером. Сегодня день металлургии. Удобство европротокола, дистанционный осмотр при дорожно-транспортных происшествиях. В пятницу 14 июля стартовала череда выпускных Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, главный гуманитарный вуз региона. На протяжении десятилетий остается на высочайшем уровне и готовит специалистов разных профилей. В этот раз выпускной состоялся у Кремля. У памятника поэту, имя которого носит университет. Многопрофильный вуз со столетней историей. По сей день РГУ готовит педагогические кадры для региона и всей страны. Студенческие годы неповторимые. Ваша жизнь в университете, уверен, была насыщенной, яркой и запоминающейся. Спасибо вам за преданность к родному вузу, за готовность отстаивать его честь и прославлять на региональном, всероссийском и международном уровне. Вы навсегда останетесь в летописи нашей Альма-Матер. И мы бережно будем хранить память о ваших достижениях. С гордостью носите звание выпускника Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина. Среди выпускников не только учителя, но и ныне успешные политики, чиновники, ученые. В стенах вуза выбравшие его студенты получают фундаментальные знания, которые позволяют им уверенно идти в жизни и профессии. РГУ, как уже было сказано, ведущий в гуманитарном направлении. И я правда считаю, что у нас лучший институт иностранных языков, поэтому я целенаправленно пошел именно сюда. И я об этом ни в коем случае не пожалел. Расскажите о своих планах дальше. Дальше я планирую поступать в аспирантуру и дальше продолжать свою научную деятельность. РГУ – это база, хорошая база для студентов. Это замечательные преподаватели, которые дали нам очень многое, знания и, самое главное, опыт для дальнейшей учебы. Учитель. Уже снаряды работают. Я выбрала РГУ, потому что посчитала нужным, что радовать людей посредством физических нагрузок, физической культурой. И различными упражнениями – это, мне кажется, лучшее в жизни, что может случиться. Таким торжественным выпускной для студентов Рязанского государственного университета стал впервые знаковое место – памятник Сергею Есенину возле Рязанского Кремля. Поздравления от барабанщиц из Академии ВСИН России, от десантников и благословения от митрополита Марка. Яркий финиш обучения, и впереди дорога длиною в жизнь. В воскресенье в России отметят День Металлурга. Вклад этой отрасли в экономику нашей страны огромен, ведь именно от металлургии зависит промышленность, строительство и топливно-энергетический комплекс. Все вместе они дают больше 50% ВВП. Михаил Гусев в металлургической отрасли уже 13 лет. Рассказывает, призвание выбрал еще в детстве. Мастерить поделки из железа было любимым занятием 10-летнего мальчика. А сейчас вся эта забава обрела масштабный смысл. Сегодня Михаил контролирует технологический процесс большого спектра металлоизделий на Рязанском трубном заводе, который выпускает продукцию для всей страны. В металлургии я пришел в 2010 году, в начале года, в феврале месяца. Вся моя жизнь была связана с металлом, поэтому я и выбрал данное направление, данную должность, на которую я сюда пришел. Пришел я сюда начальником механического участка по металлообработке. С детства очень любил заниматься с металлом, с его искусством, потому что металл – это свое искусство, через которое можно ваять, что мы хотим получить в итоге. Ваяют здесь трубы. Причем разных диаметров, размеров и форм. Начало процесса – нарезка рулонной стали. Такие полосы называют штрипсами. Именно из них и изготавливают трубы различных сечений – прямоугольного, квадратного, круглого. Рязанский трубный завод был основан в 2001 году. На сегодняшний день это предприятие полного производственного цикла, выпускающее свыше 25 тысяч тонн труб различных типоразмеров в месяц. Наше производство укомплектовано отечественным и европейским оборудованием и имеет всю необходимую транспортно-энергетическую инфраструктуру, позволяющую независимо функционировать и решать любые производственные задачи. Мы обеспечиваем свое производство сырьем высшего качества, сотрудничая с крупнейшими металлургическими комбинатами и поставщиками из России, а также стран ближнего зарубежья. Работают в металлургии и женщины. У них в отрасли особая роль. На Рязанском трубном заводе я занимаюсь складской логистикой. Это прием сырья, который поступает на АПР, после подается на производство и в виде готовой продукции принимается на склад. Потом мы это все отгружаем. Металлургия – одна из ключевых отраслей промышленности в стране. Стальная опора экономики – основной драйвер развития строительства и топливно-энергетического комплекса. По сообщению Росстата, в 2023 году российская металлургия адаптировалась к санкционному давлению на экономику нашей страны и продолжает наращивать темпы роста. Именно поэтому сейчас Рязанскому трубному заводу как никогда нужны квалифицированные кадры. Все соискатели могут пройти обучение на базе предприятия. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Теперь заявление о возмещении убытков в дорожно-транспортном происшествии можно оформить онлайн. Это стало возможным с 15 июля. Нововведения распространяются только на те ДТП, где вред причинен транспортным средствам, а у водителей нет разногласий. Удобство европротокола признают многие водители. Не нужно ждать сотрудников госавтоинспекции, не создавать пробку. Достаточно было записать все в бланк, сделать фото на том и разъехаться. Теперь же процедура этой вовсе перешла в онлайн. Заявление о возмещении убытков в ДТП можно оформить через личный кабинет на портале госуслуг. Сделать это можно будет через личный кабинет на портале госуслуг, где формируется полный пакет документов, либо страховая компания в своем мобильном приложении или на сайте предоставит сервис. Если оба водителя согласны, то можно даже осмотр авто провести удаленно, то есть на основе фото и видеоматериалов от участников ДТП. Правда, для заполнения такого заявления нужно все же несколько условий. Во-первых, если в результате аварии пострадали только авто. Во-вторых, у водителей не должно быть разногласий об обстоятельствах столкновения. А третье условие – на ДТП не выезжали инспекторы ДПС. Хотелось бы обратить внимание, что по-прежнему для автовладельцев остается право обратиться в страховую компанию с бумагами в офис, так сказать, очно. Данное право за ними остается. Сотрудники Банка России добавили, что если до конца 2024 года страховые компании именно что предоставляют, право обратиться к ним дистанционно. А уже с 1 января 2025-го – это их обязанность. В целом же, по статистике, за первый квартал этого года рязанцы заключили больше 70 тысяч договоров обязательного страхования автогражданской ответственности почти на полмиллиона рублей. При этом средняя стоимость полиса – около 6,5 тысяч. К другим новостям. Заместитель главы Рязанской администрации Михаил Рамодин проинспектировал ход работ по капитальному ремонту участка магистральных теплосетей на улице Урицкого. Все дело в том, что подрядчик уже нарушил все возможные сроки. Это сейчас на улице Урицкого полный аврал. Что-то постоянно засыпают, расчищают, закапывают и вроде как так и должно быть. Все верно, только есть нюанс. Все работы здесь должны были быть завершены еще месяц назад. Но подрядчику постоянно что-то мешало. Приехавши с инспекции, но участок Михаил Рамодин в выражениях не стеснялся. Я тут кипеть все должно круглосуточно. Вчера, мы считаем, что нужно было выродить. Ну, супер, и все. Участок в 225 метров, согласно контракту, должны были заменить и благоустроить еще до 15 июня. Сегодня, спустя месяц, подрядчик просит еще времени. При этом объективных доводов провала по срокам у него нет. Мы работали уже начали 15 мая, два месяца назад. Но за два месяца здесь уже никакие бейсы, причины не... Ну, это стесненные еще условия. Ну, ладно, мужики, ну перестаньте. Какие стесненные условия? Ну, хватит ерунду этим заниматься. Ну, что начинается? Ни правотом, ни правильный выступление, ничего. По восстановлению благоустройства. Вы сейчас песок засыпаете, и дальше пойдет щебень. Правильно? Сразу? Вы его уже привезли. Ну, а пословление уплотнения будет или нет? То есть достаточно будет одного уплотнения? А где каток? На окончание работы в металле и на благоустройство территории подрядчик просил еще неделю. Далее 5 дней. И в контракте это будет точно отображено. Каких-то объективных причин, с которыми можно было бы согласиться, нет. Поэтому подрядчик по завершению работ, ему будут выставлены все возможные претензии, предусмотренные контрактом, контролируем практически ежедневно. Подрядчик на улице Урицкого – главный аутсайдер большого ремонта рязанских теплотрасс. Во всех остальных местах, по словам Михаила Ромодина, такого жесткого нарушения графика рабочие себе не позволяют. Тем не менее, контроля за программой подготовки к зиме теперь станет больше. История с поселком Мехзавод получила продолжение. Напомним, здесь расположены дачные участки садоводческого некоммерческого товарищества Павловское. Их заливает водой цветы ржавчины после каждого дождя. Вот посмотрите, что-то есть. Вообще просто, здесь. История с безымянным водопадом в СНТ Павловское получила продолжение. Впрочем, его она получает с каждым новым ливнем. Как только дождь, холм напоминает не агару. Вот прям под этой калиткой течет к ним сюда, потом переходит вот на этот участок и течет к нам, к соседям. Следующие соседи, вот соседи, следующие, и все стоит рыжей водой. А там сверху на холме, словно насмехаясь над дачниками, стоят два завода. Ближе к краю – Евраз Металл Инпром. Чуть подальше – Рязанский кирпичный завод. Но рыжая вода стекает только первый год. Ну вот, в общем-то, гора вон там вдалеке. И откуда-то с нее течет эта струя. Течет-течет вдоль забора и утекает к нам. Эта гора, как утверждают местные, глина. Источные воды, говорят, в рыжий цвет окрашивает именно она. Пытались возмущаться и по этому поводу. Получили ответ, цитата. Глина, окрашивающая источные воды, безвредна. Видимо, бороться жителям нужно только с потопами. Был в этом году такой случай, что мы не могли даже выйти из дома. Пришлось вызывать МЧС. Просто вода даже в доме была у нас. Вот МЧС. Приезжали, качали воду два дня. Ну, чтобы мы хоть выйти смогли. А с дождевой водой проблема у дачников, можно сказать, вечная. Расположены участки в естественной низине. Перепад около 10 метров. Вот и льется. И все это время письма от дачников летели во все инстанции. Министерство природопользования, природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и другие. За воду Евразу, префектура наша написала предписание. Здесь письмо. Они написали предписание о том, что устраните, пожалуйста, проблему. Евраз проблему не устранил. И префектура эту трубу просто глиной забила. У Евраза начал топить территорию. Они сделали еще один пробой. И эта вода все равно идет к нам. Напомним, в официальных ответах от городских ведомств значилось, что в потопе виноваты как заводы, у которых отсутствует или загрязнена система водоотведения, так и сами дачники. Дескать, сами они дренажную систему и засыпали. Мы отправили свой запрос. Тут, на мой взгляд, единственный выход, это на территории СНТ Павловской провести работы по организации водоотвода поверхностного виде. Это какой-то дренажной траншеи. Земля эта передана в пользование СНТ Павловской. Поэтому этот вопрос находится в компетенции правления товариществом. Это территория СНТ. Земля передана товариществу под садоводничество и огородничество. Поэтому город бюджетными средствами здесь не может помочь. Но и здесь есть нюанс для самих дачников. В самом СНТ Павловская около 900 участков. И только пару десятков расположены в этой естественной низине. Остальные дальше и выше. И проблема залитых участков их, мол, не касается. Поэтому деньгами они вряд ли помогут. Сетует председатель СНТ. Дренажная система, по его грубым подсчетам, обойдется в полмиллиона рублей. И это без проекта. Сейчас Роспотребнадзор подали жалобу. Возможно, получится. То есть, они, возможно, возьмутся судиться за нас. От лица определенного круга лиц. А пока местные жители, которых во всем обвиняют, с этим круговоротом воды борются как могут. Откачивают ее на свои собственные средства. И ждут решения суда. С 1 июля все вопросы по налогам можно решать через портал Госуслуг. Теперь увидеть так называемые письма счастья стало проще. Для этого заходить в личный кабинет или на почту вовсе не обязательно. Налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов, транспортного, земельного и налогового имущества теперь можно получать на едином портале Госуслуг. Как и требования об уплате за должности. Это возможно при соблюдении определенных условий. Пользователь Госуслуг должен быть, должен иметь подтвержденную учетную запись. Ну, порядка 90% это практически все пользователи Госуслуг, это те, кто имеет подтвержденную учетную запись. И второй момент. Это необходимо один раз направить из личного кабинета ЕПГУ непосредственно заявление о том, что человек согласен получать налоговые документы на сайте Госуслуг. Согласие на подключение услуги нужно подписать усиленной, неквалифицированной электронной подписью. Для этого вам потребуется скачать приложение Госключ на любой смартфон или персональный компьютер. А далее следуйте нехитрым инструкциям и подсказкам. Все эти приложения и Госуслуги, и Госключ, они синхронизированы, поэтому там, в общем-то, достаточно все просто. Отсылка идет из одного приложения в другое. После того, как уведомление о необходимости получения налоговых документов от налоговых органов на сайте Госуслуг уйдет в налоговую инспекцию, да, соответственно, примется в налоговой инспекции, да, будет оповещение на портале Госуслуг, что да, ваше уведомление получено, все, после этого совершенно спокойно уже налогоплательщик понимает, что он всегда сможет увидеть свое налоговое уведомление на портале Госуслуг. Для этого нет необходимости ему будет выдвигаться на почту за заветным конвертом с нашими уведомлениями. Подключив налоговые уведомления на Госуслугах, налогоплательщик узнает о начислениях заранее и сможет оплатить налоги вовремя и без пеней. Без подключения услуги ваш личный кабинет отразит только напоминание об уже имеющейся задолженности. Еще одной несанкционированной свалке в Рязани скоро придет конец. Речь о так называемом Кузьмином овраге. Природоохранная прокуратура добилась в суде его рекультивации. Площадь свалки внушительная – больше 5000 квадратных метров. Эта трубка в гаражном кооперативе «Ремонтник» в сказочную страну вела когда-то давным-давно. В те же стародавние времена за гаражами был ручей Кузьмин. Теперь вода осталась на другой стороне проезда Шабулина. Это же место стали называть Кузьмин-овраг. Но теперь здесь твердые коммунальные отходы. Банки, бутылки и даже бамперы. Неизвестно, как долго все это копилось. Местные пожаловались на стихийную свалку первому заместителю Волжского межрегионального природоохранного прокурора. Специалисты выехали на место. Масштаб их впечатлил. Различным хламом завалено 5300 квадратных метров. С целью устранения нарушений природоохранная прокуратура предъявила исковые требования к администрации города Рязани. Решением Московского районного суда города Рязани на администрацию города была возложена обязанность ликвидировать несанкционированную свалку. В исполнение судебного решения администрация города Рязани заключила муниципальный контракт на разработку проектной документации по ликвидации несанкционированной свалки и рекультивации нарушенных земель. Стоимость такого муниципального контракта почти 3 миллиона рублей. Работы осложняются тем, что подходы к оврагу уже заросли бурьяном. Плюс естественный уклон местности. Сроки устранения будут прописаны в проектной документации. Исполнение решения суда находится на контроле Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. Если несанкционированную свалку не устранят, то ведомство поднимет вопрос о привлечении к ответственности вплоть до уголовной. Все работы по обустройству ряжского путепровода завершим к осени. Прямо сейчас ведем ремонт прилегающих участков, а еще построим поворот. Заявил на правительстве Павел Молков. Городских вопросов на этот раз было больше. Остальные говорили о состоянии контактной сети, разметке на рязанских автодорогах и замене светильников. Контактные троллейбусные сети – одна из самых болезненных городских тем. Видео с порывами в непогоду в соцсетях появляются уже регулярно. Изношенность проводов уже близка к 100%. На полную замену нужен минимум миллиард. Первый шаг в этом направлении власти уже сделали. Из областного бюджета выделен первый транш – 70 миллионов рублей. И, соответственно, теперь, к сожалению, еще какое-то время займут у нас бюрократические процедуры. Их нельзя никаким образом обойти, чтобы довести эти средства до города. Думаю, что не меньше месяца это еще займет. Но мы здесь все, что можем сделать для ускорения, нужно делать. Виталий Евгеньевич, знаю, что вы средства эти ждете, готовы быстро работы выполнить. Минтранс, прошу сделать все возможное для того, чтобы довести их максимально быстро до города. Чуть позднее в своем телеграм-канале Павел Малков уточнил, на что именно должны потратить 70 миллионов городские власти. Замену проводов на Первомайском проспекте по улице Соборной и Ленина. Плюс замена опор на вокзальной Маяковского-Новой площади Мичурина на Московском и Касимовском шоссе. А затем губернатор заговорил о внутренней дисциплине и неорганизованности. То, как работают на местах, сейчас Павлу Малкову не очень нравится. У нас самый низкий показатель по распределению межбюджетных трансфертов у Минтек ЖКХ, Дмитрий Владимирович, около 63%. По мероприятиям благоустройства дворовых общественных территорий процент еще ниже. И я понимаю, что здесь причина в том числе и несвоевременной подготовки муниципалитетами проектно-сметной документации. Иногда ее вообще нет. Особенно странно выглядят разговоры, когда мы говорим про то, что приезжаем в район, разговариваем про то, что там необходим какой-то социальный объект. Администрация говорит, что у нас поезда нет и не будет. Еще одна долгоиграющая тема – борьба с борщевиком. В районах его все больше, жалоб в соцсетях, соответственно, тоже. В этом году уничтожено 130 гектаров этой токсичной растительности, но этого пока недостаточно. Борщевик – достаточно сложная культура. У них нет вредителей, болезней, и, соответственно, для того, чтобы полностью его уничтожить, там нужна полная процедура не только использования гербицидов полного сплошного действия, но и борьба с корневой системой. Не всегда, особенно в усиленных пунктах, возможно применить тяжелую технику, ну или даже дискаторы. Поэтому здесь там идет вручная работа чаще всего, ну а на полях мы применяем технику. Многое обращение к губернатору в соцсетях оказалось от рязанцев. Во-первых, по состоянию дорожных знаков и переходу к разметке термопластиком. К осени все должно прийти в норму. Во-вторых, по негорящим фонарям на улицах. Здесь будут менять кабели. Их протяженность примерно 320 километров. Ну и, конечно же, жители города волнуют ремонт на Первомайском. Впереди второй этап. С 15-го числа мы приступим к проведению этих работ. У нас будет перекрыто движение на Первомайском проспекте от пересечения с улицы Кошириной, от военного госпиталя, до пересечения с улицы Пожалуйста. Значит, общественный транспорт пойдет по выделенным полосам. На личном транспорте можно будет объехать участок через улицы Семинарская и Коширина. На время ремонтных работ на данных участках будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Время проведения работ около месяца. Просим жителей города понять и принять. Работы очень важны. Пока что все работы шли с опережением графика. На Первомайском ремонтировали круглосуточно. И эти темпы Павел Молков попросил не снижать. Рязанка своими руками вышла к карту региона на льняном холсте. Идея объединила в себе колорит всех районов Рязанской области. За основу мастерица взяла орнаменты народных костюмов. Работу закончила за полгода. Ирина Рифель занимается художественной вышивкой уже 17 лет. Особенность этого декоративного прикладного искусства в том, что прежде чем приступить к работе, нужно нарисовать эскиз на бумаге. Так мастерица продумывает каждый орнамент или узор, подбирает цвет ниток и их сочетание, прежде чем возьмется за иголку. По словам Ирины, ее увлекают масштабные проекты. Одним из последних стала карта региона, на которой вручную вышито 25 районов Рязанской области. Каждый район очень богат колоритным, красивым народным костюмом, который можно узнать по определенному орнаменту. Вот именно эту идею я решила пронести через всю работу. То есть в каждый район я вписала тот орнамент, который наиболее ярко рассказывает о народном костюме, который там бытовал. И уже некоторые даже подтвердили, знающие, опытные люди, они узнают районы. Каждый регион получился аутентичным. Ирина рассказывает, именно такими узорами люди украшали свои костюмы в конце 18-го, начале 20-го веков. У каждого орнамента свой смысл. Этот называется «Рязанские денежки». Им вышит Михайловский район. Михайлов, легко узнаваемый, он сейчас широко используется на информационных стендах, на оформлении города Рязани. Ярко характеризует нашу Рязань, потому что это орнамент именно в Рязани только бытовал. Рязанские денежки, благополучие. Кстати, карта выполнена в технике «Счетная гладь». Это значит, что мастерица кладет стежки строго в определенном направлении, считая число пропущенных нитей. Работа, конечно, кропотливая, признается девушка, но результат всегда оправдывает ожидания. Это никакое не сшивание нескольких полотен еще ни в коем разе. Это одно полотно. Изо льна выдергивается определенное количество нитей в одном и в вертикальном и горизонтальном направлении. Поэтому сеточка получается ровная, потому что идет счет нитей. Потом закрепляется эта сетка по краю валиком и уже на сетку наносится орнамент. В работе помогают пяльца. На них натягивают изделия и каждый стежок получается ровным. Это очень важный нюанс, ведь нитка затягивается крепко. И в случае ошибки работу исправить уже будет нельзя. Сейчас Ирина Рифель вышивает скатерть. С ней она и поедет на Всероссийскую выставку от Союза художников России. Она пройдет в Москве этой осенью. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова